Аэропорт Появляется все больше статей на тему возможного теракта со стороны ИГИЛ. И вот новая инициатива. Депутаты партии КПРФ предложили приостановить полеты также в Тунис и Турцию из-за присутствия террористов ИГИЛ и там. Насколько оправдана приостановка полетов в Египет, каковы возможные потери и какие последствия могут быть от закрытого авиасообщения с Тунисом и Турцией? Об этом своим экспертным мнением с накануни ТВ поделился руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Пока ситуация для меня остается неясной, потому что неясными остаются причины гибели нашего самолета. Если это был теракт, если действительно имеет место большая террористическая угроза, тогда, конечно, меры безопасности абсолютно вегативны, абсолютно необходимы. Так что меры безопасности я вполне допускаю, что они оправданы. Приключение полетов в Египет может нанести Египту в серб полмиллиарда долларов до конца года и два миллиарда за год. И без этих денег там возможен и возврат к власти исламских фундаменталистов, и возможна ситуация, когда египетское государство, которое сейчас, противостоя своим исламистам, выхлебшее противостоит и всему Западу, и поэтому является нашим союзником, Оно может быть вынуждено пойти в служение в Западе, в аккредит, и перестать быть нашим партнером на ближнем острове. Сейчас, похоже, правительство России стоит перед сложным выбором между обеспечением безопасности своих граждан и сохранением экономических и политических связей, и не только с Египтом. Сообщение об усилении активности ЕГИЛ как в Египте, так и в Тунисе и в Турции только усугубляет положение. Депутаты КПРФ уже предложили закрыть эти страны, но будет ли это оправдано? Закрывать авиаперелеты с Турцией – это безумие, на мой взгляд, потому что, ну, просто для этого отсутствуют какие бы то ни было основания. У него есть очень много недостатков, у него есть очень много проблем, но обеспечивать безопасность туристов в среднем оно умеет. И находясь в состоянии, по сути дела, войны в Курдистане длительное время, я не считаю эту войну справедливой, я не считаю ее правильной, но эта война, она достаточно сильно мобилизует турецкие службы безопасности и заставляет их работать. Закрытие авиасообщений с Турцией и Тунисом помимо экономических проблем может вызвать негативные политические последствия. Эксперт указывает на весьма дружественные позиции руководства этих стран к России, и если уж так необходимо повысить безопасность, то те меры, которые предпринимаются сейчас российскими спецслужбами в Египте, надо расширять и на другие страны, а запрет полетов. Будет потерей важного мирового партнера, а возможно даже друга, считает эксперт. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok